В инди-среде в последнее время наблюдается какое-то волнение в отношении Resident Evil. Уже не раз натыкался на проекты, так или иначе ощутимо отзывающие классическими играми этой серии. И в этом году выйдет, наверное, выйдет пара таких игр, которые мне интересны. Одна из них – Tormented Souls. Пока что доступна лишь демо, но даже по нему уже кое-что можно о проекте сказать. И я скажу. Вот прямо сейчас. История тут такая. Кэрол Лайн Уолкер получает письмо с вложенной фотографией девочек-близняшек, которые, судя по всему, пропали. С этого момента она не может жить спокойно, ее мучают кошмары, бессонница. И она отправляется в старую больницу на острове Уинтер Лейк, откуда и пришло письмо, дабы провести свое расследование и выяснить, что случилось с детьми. Надо сказать, игра сразу нагоняет жуть и погружает в густую атмосферу с головой. По прибытии на Кэрол Лайн нападает некто или нечто, а очнувшись, она обнаруживает себя лежащей в ванне с холодной водой под аппаратом искусственной вентиляции легких и понимает, что это ее не ковид скрутил. Она совсем одна, она одевается и, посмотрев в зеркало, обнаруживает, что ее глаз куда-то делся. Очень быстро выясняется, что в стенах этого госпиталя разворачивалась жуткая история с экспериментами над людьми, что сама Кэрол Лайн как-то со всем этим связана и фото ей прислали не просто так, а еще что-то живет в тени этой старой больницы, чего стоит серьезно опасаться. Сама по себе обстановка выглядит странно, но чертовски притягательно. Как будто авторы пытаются создать какую-то параллельную вселенную, где в 70-е годы 20-го века в моде викторианская эстетика. Это отчетливо видно и по интерьерам больницы, и по облику главной героини. Само по себе это достаточно интересное решение. Хм, викторианская эстетика, стимпанк, хоррор в атмосфере стимпанка. Кто-нибудь знает нечто подобное? Было бы интересно глянуть. Мне, кроме Iris Fall, про которую на канале есть видео, в голову ничего не приходит, но там скорее мрачная сказка была. Вернусь к игре. Еще очень круто, что, судя по всему, помимо Resident Evil и Elon in the Dark, о которых авторы упомянули на странице Стима, игра еще вдохновление из Silent Hill черпает. Тут есть своя параллельная больница, в которую Кэрол Лайн попадает через зеркало. Привет Тревису из Silent Hill Origins. И выглядит она... ну, сами посмотрите. Какие-то странные пропасти, клетки, решетки, грязные стены. И мне такое заимствование чертовски по кайфу. Локации смотрятся просто отлично. Много мелких деталей, и мне показалось, что авторы не стали откусывать кусок, который им не переживать, правильно рассчитав свои силы. При некоторых ракурсах камеры видны текстурки не самого высокого разрешения. При некоторых модельки попроще. Но все равно окружение остается целостным, детально проработанным и создающим густую атмосферу. Что касается геймплея, не дать, не взять. Резидент. Сейвы с помощью ленты для диктофона. Тот же страх завернуть за угол. Та же экономия патронов, в данном случае гвоздей. И аптечек, в данном случае морфина. Да, детишки, вы знаете, чем нужно лечиться, если вас покоцали монстры и чтоб прям захорошело. А если серьезно, то из этого можно сделать вывод, что героиня наркоманка. В основных отличий парочка. Прежде всего то, что тут решили проблему танкового управления, дав возможность играть так, как хочется. Можно просто указывать стиком направление. При этом играть, учитывая статичные позиции камеры, которые постоянно меняются, и ее кинематографичные передвижения, вполне удобно. Не могу сказать, что прям божественно удобно, но настолько, насколько это можно было сделать по-человечески и небесящим, авторы это сделали. Выбегая в новый ракурс, не приходится судорожно искать направление на стике, чтобы героиня бежала туда, куда нужно. Какое-то время она продолжает двигаться так, как при прошлом ракурсе. За него можно сориентироваться и уже нажать в другую сторону с учетом нового ракурса. К этой системе тоже нужно привыкнуть, но это происходит довольно быстро. Хотя запутаться иногда тоже можно. Ну а для предпочитающих классическую езду на танке есть крестовина. Как хочешь, так и играй. Респект за такой подход. Еще здесь больше взаимодействия с предметами. Помимо комбинирования добавлена хапка всяких маленьких активностей. Например, чтобы применить газовый ключ на сломанной дверной ручке, его сначала нужно раздвинуть так, чтобы он схватил штырь. Предметы нужно рассматривать, вертеть, тыкать в разные места. Все это разнообразит геймплей. Может показаться дотошным, но на самом деле очень хорошо вписывается. Во время прицеливания еще можно отскочить назад. Крайне полезная штука, которая добавляет в боевку чуточку тактики. Своевременный отскок может сохранить аптечку, а то и жизнь. Из непонравившегося. Какая-то театращина в катсцене, когда Кэролайн обнаруживает, что у нее глаза нет. Понимаю, глаз жалко, все дела, он ведь свой, родной. Но я не вижу героиню в состоянии ужаса, скорее какую-то хреновую актрису. Из этого можно сделать предположение, что постановка некоторых катсцен будет оставлять желать лучшего. Геймплей. Нет возможности взять с собой карту этажа. Ее можно посмотреть только там, где она висит или лежит. Это полная херня. От такой карты толку нет вообще никакого. Монстры в узких коридорах, пожалуй, на текущий момент главная беда игры. Если ты забежал в тупик какого-нибудь узкого коридора, а спойлер, тут все коридоры узкие и за тобой идет монстр, то тебе хана. Потому что оббежать этого ублюдка получается почти никогда. Это нужно чинить. Стрельбу бы тоже потянуть, слишком уж оружие слабое. А если учесть, что прицеливаться не очень удобно, то гвоздей у тебя будет нисколько и никогда. Скорее всего появятся и другие пушки, но все равно 7-8 выстрелов на одного гада это перебор. Вроде даже в первых резидентов такого не было. Может если только на харде. Ну и да, анимация монстров. Она что-то прям так себе. Именно при встрече с врагами ты понимаешь, что это маленькая игра и все тут идеально точно не будет. Но я повторюсь, это демо. Что-то может быть починят, подтянут, заменят, допилят к релизу, даты которого пока что нет. Известно, что в этом году ходят слухи, что 27 августа, но и это вилами по воде, как мы знаем. Разрабы в обсуждениях по этим вопросам отмалчиваются. Но даже если все останется так, как есть сейчас, это будет очень атмосферная игра. Любителям жанра рекомендую присмотреться. Я же запихал список желаемого и жду выхода. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!